Тем временем в Киеве без цвета остается 25% жилых домов, об этом сообщает городская военная администрация. На левом берегу столицы уже есть вода, на правом водоснабжение полностью восстановят в первой половине дня. С нами на связи сейчас находится Лариса Зубенко. Лариса расскажет подробнее по ситуации в столице Украины. Лариса, тебе слово. Да, коллеги, добрый день. Хотела бы напомнить, что вчера около двух часов дня была объявлена воздушная тревога. Только, как мы уже говорили в нашем эфире, враг нанес ракетные удары к жилым домам, как сообщал городской голова Киева Виталий Кличко. Погибли трое киевлян, еще 11 пострадали, 10 из них были госпитализированы. С тех пор действительно была плохая связь в Киеве, мобильная связь, мобильный интернет. Сейчас потихоньку все восстанавливается. Как мы уже говорили в эфире, на левом берегу сейчас есть водоснабжение. На право бока проблемы, но коммунальные службы обещают все восстановить. Также есть проблемы с электротранспортом наземным, но вместо трамваев сейчас пустили автобусы. Также в тех районах, где сейчас нет света, как обещают нам в полиции, спасатели будут объявлять о начале воздушной тревоги через громкоговорители. В Киеве, как и в других уголках Украины, в них можно обратиться, там можно подзарядить телефон, там можно остановить мобильную связь и посидеть в тепле и прийти в себя. Пока столица восстанавливается после ракетных ударов врага, но хочу напомнить, что, как обещает нам и городской голова, и все остальные службы, все будет восстановлено в ближайшее время. Пока ждем блэкаутов, столицы нет, столица держится и ждет, конечно, нашей победы.